Микс Ньюс. Добрый день еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Депутат Сейма Любовь Швецова у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, я знаю, что вы постоянно работаете в комиссии Сейма по бюджету и финансам. И, естественно, входите, если я не ошибаюсь, в такой теневой кабинет партии Согласия. Как раз отвечаете за финансовые вопросы. И сейчас целый ряд, три, по-моему, связанных между собой законопроекта идет в парламенте, касающейся дальнейшей работы комиссии по финансовый рынок и капиталу. Все это, видимо, под соусом провозглашенного господином Каренчем, провозглашенного капитального ремонта финансового сектора. С одной стороны, вроде все это, когда ты слушаешь, кажется, благородная борьба с отмыванием средств, чтобы только были чистые деньги. Все очень красиво. И вот под эту сурдинку я понимаю, что хотят поменять совет. Совет ФКТК, комиссия по финансовому рынку и капиталу. Что происходит? Я знаю, что вы сегодня выступали по этому законопроекту и на пленарном заседании. Поясните нам. Я поняла одну такую аксиому. Назовем такую вещь аксиомой. Что за каждым законопроектом или пакетом законодательных инициатив скрывается истинный выгодополучатель или бенефициар. И вот через призму истинного выгодополучателя можно сделать анализ того, с какой целью на самом деле и для кого проводятся законодательные изменения. Анализируя пакет данных законов, это были поданы поправки к закону о комиссии финансового капитального рынка, изменения в закон о кредитных учреждениях и закон о гостайне. Причем они идут одним пакетом одновременно и они дополняют друг друга. Анализируя их, анализируя лиц, которые их продвигают, а именно самая одна из активных защитниц и двигателей данного законопроекта, это руководитель бюро, президент-министр нашего, господина Каренша, госпожа Силыня, которая кровно заинтересована в выдвижении и продвижении именно такой редакции данных законопроектов. Можно сделать вывод, а она была в свое время государственным секретарем в Министерстве внутренних дел у господина Козловского, это партия Вену Атыба. Мы знаем, что господин Каренш тоже у нас партия Вену Атыба, я у нас новая старая Вену Атыба, так называемая. Отсюда можно сделать очень такой обоснованный, я бы сказала, вывод, что законопроекты эти двигаются с одной целью, убрать путныша, который позволил укусить руку, которая его кормила. А именно, господин Путныч не послушался давления от Яуны Вену Атыбес и не позволил администраторам разодрать на куски Айскрохлосбанк. И преследует этот пакет законов еще дополнительные, официально не обозначенные цели. Во-первых, наказать господина Путныча, во-вторых, чтобы другим неповадно было ни в коем случае позволить себе каким-то образом противостоять или не выполнить команду тебя кормящих партийных боссов. И затем еще один момент, конечно, это дать возможность своим администраторам, ликвидаторам занять определенные места, должностные, и на этом сделать бизнес. То есть, в моем понимании, истинный выгодополучатель – это новая старая Вена Атыба. Это, безусловно, связанные с ним администраторы Расса и Бункус. Мы знаем, что Бункус – это было показано в передаче Делфи. Ой, не Делфи, а Некапа Эрсона, это достаточно публичная информация, каким образом данный администратор лоббировал свои интересы, в том числе через американское посольство. Безусловно, это не могло быть без поддержки, в том числе и политической силой Вена Атыба. Это исключено. Не было бы контактов таких. Для того, чтобы стать администратором данного банка. Значит ли это, что, ну, фактически, я так цинично говорю, что господину Путничу даже не помогло то, что он весьма активно стал выполнять те рекомендации, которые были, ну, введены, не введены, но те рекомендации, которые в адрес Латвии поступили от союзников, вот после этого скандала вокруг АБЛВ, и началась фактически зачистка нерезидентов. Он сам недавно хвастался, что пятилетку он выполнил за два года, говоря вот старым советским языком, и за два года фактически нерезидентов у нас не стало в банках. Я бы сказала так, что на самом деле пакет Монавелл заключения и ФАТФ рекомендации, это просто-напросто вывеска, за которой прячутся и которые пытаются обосновать продвижение законопроектов коалиция правящая. То есть никакой острой необходимости в такой радикальной зачистке нет, да? На самом деле в заключении Монавелла и в их рекомендациях ничего не сказано о том, что нужно поменять ФКТК руководству. Ничего. Ничего не сказано о том, что оно работает плохо, наоборот, за ним все указано о том, что как раз комиссия работает очень хорошо, и все мероприятия, которые она делала, она проводила свое время достаточно качественно. Проблемные зоны, которые были отмечены в сообщении Монавелл, это была борьба и оценка рисков по терроризму и отсутствие горизонтального и вертикального сотрудничества между правоохранительными органами, недостаточно эффективная политика наказания за отмывание денег и в том числе недостаточная оперативная обмен информацией между заинтересованными структурами. То есть все эти позиции являются ответственностью чиновников и чиновничьего аппарата. И если правительство не сумело между собой обеспечить эффективное сотрудничество между правовыми, правоохранительными органами и между Министерством юстиции, судами, прокурорами, между финансовой и капитальной комиссией, между контрольной службой, и не сумело показать, что немаловажно результаты их сотрудничества и работы, то никакие перестановки и смены руководителя ФКТК не дадут желаемого результата. А именно я считаю, что в этой ситуации получается и господин Каринч, и правительство, скрывая свои истинные цели и намерения за громкими названиями, что это борьба с отмыванием денег, и этого требуют наши стратегические партнеры, на самом деле просто-напросто действуют, как я бы сравнила их поведение с женщиной, которая на встречу со стратегическим партнером наложила себе вечерний макияж, который выглядит достаточно вульгарно, одела платье с глубоким декольте и с длинным вырезом. То есть перепутала, куда она пошла, да? И таким образом пытается отвлечь внимание от истинных проблем на другие какие-то определенные громкие названия или макияж, или другие, так сказать, ресурсы, чтобы отвести взгляд от настоящих проблем, которые действительно на самом деле не решают, и не могут быть решены. Почему? Потому что, исходя из того, как действует правительство, как действуют заинтересованные лица, это больше имитация деятельности, чем реальная деятельность на эффективизацию работы. Маневал тоже не спрашивал и не требовал, чтобы было увеличено количество, например, уголовных дел или количество лиц, призванных к ответственности. У них требование, чтобы эти меры были целенаправленными, чтобы это было эффективно, с минимальным ресурсом и с максимальным результатом, и чтобы эта политика была такой, которая заставляет воздерживаться от совершения данных преступлений. Причем, если внимательно проанализировать тот же самый на прошлой неделе план действий, который акцептировало правительство, то вы обнаружите, что в нем достаточно общие фразы касаются такого раздела, как борьба с теневой экономикой. А мы знаем, что теневая экономика в Латвии она занимает достаточно высокий процент. И, безусловно, без финансового сектора этого невозможно сделать. Но нужно понимать, что в риску зоны... Прошу прощения. Да. В зону риска, на самом деле, входят не банки, или, скажем, не все банки, а только часть, которая работает с резидентами, а не с резидентами. И на данном этапе, как, согласно моей информации, опасность и высокие риски представляют платежные учреждения, которые осуществляют операции и абсолютно не контролируются. И ответственность за их контроль тоже никто не берет. Я специально написала запрос контрольной службы, попросив их проинформировать, какие результаты достигнуты по борьбе с организованной преступностью. Вы знаете, я получила очень формальный ответ. Общий, со ссылкой на законы и без абсолютной конкретики. И с сообщением о том, что контрольная служба не отвечает за конкретные результаты. А кто же отвечает? Министерство внутренних дел согласно компетенции, а именно экономическая полиция, согласно своих статей, это терроризм. Экономическое управление полиции, Министерство тоже внутренних дел, согласно своей компетенции по внутренним экономическим преступлениям, таможенная и налоговая полиция согласно своей компетенции, ну и остальные службы согласно своей компетенции, получается. Как это обычно, да? То есть получается та же самая карусель, при которой чиновники пытаются снять с себя ответственность, а политики проводят выгодные им законы для того, чтобы снять неугодных чиновников, назначить своих и продолжать старую практику. Ну вот, хорошо. А что будет дальше, вот на ваш взгляд, ваши просто ощущения с нашей, не знаю, банковской системой, после того, как ужесточится контроль за банками, ну понятно, что будет назначено руководством, будет назначено то руководство ФКТК, которое устраивает правящую коалицию, это мы понимаем, что дальше будет происходить. Мы этот сектор что, закрываем? Ну мы уже, я думаю, что мы уже потеряли из этого сектора, это однозначно, как тысячи человек, которые там работали, так и 150 миллионов. Поэтому те, которые драконовские санкции введены, и те проблемы, которые возникают у клиентов, когда они пытаются открыть счет или переводить деньги, у новых инвесторов однозначно в Латвию не придет. Ситуация с банками ухудшится. Я думаю, что политизированное руководство финансовой комиссии принесет хаос и безответственность вместо ответственности одного конкретного лица. Будут разделены и ликвидированы оставшиеся несколько банков, которые обслуживают потенциальных нерезидентов. Причем нужно взять во внимание, что безусловно, я прогнозирую, что господин Гусильников выиграет в Европейском суде против Латвии и получит свои 200-300 миллионов компенсацию. Почему? Потому что, в том числе, я считаю, что одной из целей смены руководства в КТК это целенаправленная работа над тем, чтобы Латвия потеряла иск в Европейском суде. Проиграла фактически, да? Да, проиграла иск в суде. И заплатила. И выплатила компенсацию именно этому представителю и банку. Благодаря, конечно, безусловно, поддержке новой консервативной партии, которая является, скажем так, согласно неофициальной информации, лоббирующей политической силой интереса данного лица и его семьи. А как же бескомпромиссная законность, которую именно эта партия провозгласила при формировании правительства? Так и было сказано. Безкомпромисс, это есть искумс. Ну, вы понимаете, на самом деле, у них же было в программе три раза по 500, они же... Ну, это не алкоголь, это имеется в виду зарплата минимальная, необлагаемый минимум и необлагаемый минимум, да. Они об этом уже забыли, громко не говорят, теперь они говорят о том, что нужно бороться за финансовые ресурсы, которые нечестным образом впускаются в экономику Латвии и таким образом их ликвидировать. Любовь Швецова у нас в студии, вот депутат Сейма от фракции Согласия. Если мы вообще говорим, сейчас как раз исполнилось буквально сегодня 100 дней правительству Калинча, ну, понятно, что сам премьер, естественно, рассказывает о том, сколько много сделано и что еще предстоит сделать. А что-то вы обратили внимание, что что-то такое сделано, интересное, или, может быть, есть какие-то наметки, которые вы могли бы поддержать? Единственное, что они реализуют, это декларированная реформа самоуправлений, которая, безусловно, в том числе у нее тоже есть свои истинные выгодополучатели. Безусловно, это снятие рифского мэра, которое в этой ситуации выгодополучатель тоже является политическая сила от истинной пар. Затем они дефинировали, что отменят вторую корзину или разделение здравоохранения на две корзины. Это госпожа Винкина, продвигая данный проект. Надо заметить, что согласие уже в начале февраля этого года тоже внесло свои поправки к законопроекту об здравоохранении, предложив отменить корзину двух пакетов здравоохранения, потому что это абсолютно не соответствует никаким элементарным нормам и правам человека. На данном этапе от истинный пар выступает как инициатор. То есть, насколько это у них получится, каким образом, однозначно можно понять, что отмена второй корзины будет нести за собой увеличение налоговой нагрузки на всех. Успех это... Чудесно бывает, это же нужно как-то все профинансировать, да? Безусловно. Потому как, мы знаем, Маргарет Этча сказала, что бесплатный сыр есть только в мышеловке. И здесь отмена двух корзин будет нести за собой в их понимании и в их реализации повышение налогового времени на налогоплательщиков. Ужесточение и уменьшение банковского сектора, а также потенциальная ликвидация для получения выгоды новой вены от ИБ и консерваторов выгоды от банковского сектора, а именно то, что банк ПНБ выиграет у латвийского государства 200 миллионов, то, что уничтожит еще пару банков, которые работают в Латвии, это будет нести за собой дополнительный минус в госбюджет в виде налогов, которые, безусловно, правительство будет взыскивать с остальных, с оставшихся простых людей налогоплательщиков. А это консеквент вызовет, опять же, повышение налогового времени и налоговых ставок. Вопрос только, когда это будет сделано. То есть, все равно правительство пойдет на повышение налогов, да? Они просто-напросто не умеют зарабатывать, и поэтому единственный способ получения денег, это повышение налоговой ставки и увеличение облагаемых объектов. Уменьшение количества банковского сектора однозначно несет за собой увеличение налоговой нагрузки на остальных субъектов. Как бы я не пытался Каренч поговорить обратное? Я думаю, что это демагогия, за которой, опять же, как я говорила, скрывают истинные выгоды получателей свою личную выгоду. А можно ли сказать, все-таки, вы новый человек в политике, впервые работаете в СИМе, что вот теперь, когда создана эта коалиция, вот сто дней она уже отработала, что включилась та машина голосования, про которую вы слышали от ваших более опытных коллег, что теперь просто есть коалиционное решение и дальше без особых дискуссий нажимаются кнопки так, как надо. Ну, безусловно, просто-напросто выросло более циничное отношение, скажем так. То, что чувствуется на интеллектуальном, эмоциональном плане, когда, если они чувствуют, что они между собой договорились, большинство просто голосует так, как надо голосовать. и если ты предлагаешь какое-то предложение, то оно не берется во внимание. например, даже ее по существу не рассматривают. по идее, если они дефинировали, что мы будем учитывать предложение по существу от оппозиции, то оппозиция предлагала отменить корзину двойного обложения, двух корзинного взрывоохранения. Это предложение отклонили. Теперь та же самая от ИСТИБПАР вносит то же самое предложение, выдает это за свое, кровное, поддерживается. И просит, чтобы его поддержали все, как бы, ну, коалиция правящая. И при этом они позволяют себе шантажировать своих же коллег по оппозиции оппозиционной поддержкой данного предложения. Ну, логично, что согласие не может не поддержать отмену, потому что мы сами предлагали его в этом году. Да, было бы странно, что вы бы сейчас голосовали. Так или иначе. И было бы странно, если бы социал-демократическая партия голосовала против отмены. против отмены двойных стандартов подхода к здравоохранению. Это для демократического, социально ответственного общества неприемлемо. Ну, однако, от истинный пар очень умело манипулирует политически с фактурой, с материалами, с законодательством. и нагло глядя в глаза говорит, что это их программное предложение, и они его реализовывают. Да, Любовь Швецовна, на студии, во второй части будем принимать ваши звонки, небольшая пауза на новости рекламы, не переключайтесь. Любовь Швецовна, на студии, депутат Сейма, от фракции Согласия. Вот мы уже говорили о том, что, видимо, если дальше все будет продолжаться с экономикой, то, ну, придется повышать налоги, тем более, мне создают такое ощущение, что вот не совсем правящие осознают, что вот этот поток европейских денег, который был, что это же теперь не будет так вот все время, каждый год. Мы уже дорожники сообщили, что в следующем году не будет еврофондов, уже все будут истрачены на ремонт и дорог. Да, мы понимаем, что вот нерезиденты ушли, это минус в большой бюджете, экономика тоже вот экономический розы замедляется. Правящие партии они вообще готовы к этой ситуации и до них продолжаются вот свои, как было в 2004-2005-2006 такие тучные годы. Вы знаете, мне кажется, что многие, ну, в принципе, это такая общечеловеческая черта. Человек живет не в реальном мире, а как бы в том мире, какой он себе представляет. Сам нарисовал, да. И то, что политики, это люди, которые на самом деле действительно живут в своем уме нарисованном мире, это вот я конкретно осознала. То есть единственный момент, который может их вернуть на землю и вообще заставить задуматься, это когда вот вдруг у них начинает уменьшаться количество избранных от политической силы. Тогда я понимаю, что... они получают много вычеркивания минусов. И тогда они начинают задумываться. То есть получается так, что пока не получил лицо мопстук конкретно, то ты не чувствуешь этой реальной ситуации и живешь в иллюзорно выдуманном мире, что еврофонды будут всегда, что предприятия, которые можно будет разделить, поделить, они будут всегда, при этом будут манипулироваться на том, что вот это все русские виноваты, это все вот эти вот коварные деньги Путина из Москвы здесь все портят у нас. Это вот тут у нас несознательные налогонеплательщики не хотят платить налоги, поэтому у нас так все плохо в стране. То есть сознательные и целенаправленные работы над уменьшением того же самого государственного аппарата, который непропорционально велик по сравнению с населением, которое очень сильно уменьшилось, не ведется. Ну, странно, что начинаются реформы по самоуправлению, а не начинаются реформы по эффективизации чиновничьего аппарата госуправления. Ну, хотя, в принципе, логика правящих понятна, почему, потому что раздербанив и разделив самоуправление, получается свир для воздействия на электорат, отбираются маленькие самоуправления в пользу тех, кто сейчас у власти, отбираются или попытаются отобраться те же самые порты, которые находятся под контролем самоуправления, чтобы перенаправить финансовые потоки в сторону правящих коалиций, а не в сторону самоуправления и не защищая интересы самоуправлений. реформа образования, она достаточно буксует и на серьезные сигналы и противоречия и качества образования для тех же самых русскоязычных школ, она просто-напросто игнорируется, в народе больше возрастает возмущение и недовольствие, люди все равно продолжают уезжать, население продолжает уменьшаться, количество детей вновь рожденных уменьшается, с каждым годом у нас получается минус один процент натуральный прирост, то есть у нас больше умирает, чем рождается. В принципе, демографическая катастрофа надвигается медленно, но в январе. Я даже думаю, что она, в принципе, уже наступила, просто-напросто это не признается. С учетом и отъезда населения, и рождаемости, и смертности? Уменьшение рождаемости, увеличение смертности, эмиграция экономическая, отсутствие реальной экономической заинтересованности у людей вернуться, потому что как социальные гарантии, так и качество жизни в Латвии ниже, чем в странах, в которые выехали люди, поэтому заставить вернуться, ну, мы видим, что это несколько семей, которые измеряются, 45-50 семей, если в это вкладываются деньги, а люди не едут, но, наверное, все-таки проблема не в том, что люди не хотят сами, что они виноваты, проблема в том, какая здесь среда, и кто-то хочет или не хочет вернуться сюда. Ну, что касается среды, так что, может быть, закончить эту тему, не могу вас не спросить, с одной стороны, мы, опять-таки, понимаем, что, наверное, каждый государь должен бороться с теневой экономикой, мы это уже в первой части говорили, понятно, что с попыткой легализации преступных средств, тем не менее, мы знаем, что сейчас в рамках так называемого капитального ремонта финансового сектора, которого господин Кайнич провозгласил, пытаются ужесточить законодательство таким образом, ну, чтобы уже запустить вот в полном объеме так называемые вот легальные презумпции, которые подразумевают, что если у соответствующих компетентов органов появляется подозрение относительно того, откуда у вас эти деньги, там, не знаю, на счету или как, то все время доказывания лежит только на вас. Если вы не сможете это делать, то деньги могут быть конфискованы в пользу государства. Надо понимать, что, опять же, за лозунгом борьбы с преступно добитыми средствами и за требованиями Моневелла на данном этапе, опять же, та же госпожа Силыня продвигает абсурдные поправки, которые само Министерство юстиции признало необоснованными. Почему? Само Министерство, да? Да. Согласно заключению Министерства юстиции, Моневелл указал не на то, что у нас нет законов, которые регулируют или, да, соответствуют требованиям по строгости призывания к уголовной ответственности. У нас просто-напросто суды не применяют максимальной санкции за данное преступное деяние. и презумптивная так называемая конфискация денежных средств преступно добытых, она уже была внесена в 2017 году в уголовно-процессуальный уголовный закон. То есть, пресеченного нет, да? Просто-напросто чиновники и госслужащие не читают, да? не умеют ее использовать или неэффективно ее используют, о чем я указал в своем заключении Моневелл. Надо отличать неэффективность использования уже имеющейся законодательной базы от новых инициатив. А те инициативы, которые продвигаются в бюро премьера-министра, они являются противозаконными и нарушают основные права человека. Они граничат на грани абсолютного несоблюдения человеческих прав. И на одной из комиссий, на которые была приглашена госпожа Лейца, в контексте принесенных поправок, она сказала, что, анализируя их в совокупности, они нарушают права человека. Поэтому, если правительство коалиционное примет и дальше будет двигать именно такие правоправки в такой редакции, то Латвия будет ожидать судебные рассмотрения в суде по правам человека. И это не соответствует действительности, просто-напросто увеличиваются полномочия чиновников, которые смогут безосновательно, просто-напросто с увеличением коррупционных рисков пытаться заморозить и отобрать деньги у людей, ничем это не обосновывая. Так вот, я с вами бежит, не могу вас не спросить по поводу весьма интересного, мне кажется, даже это не, конечно, такое рабочее путешествие, так можно сказать, вы были на Украине в качестве наблюдателя на выборах президента. Правда, я так понимаю, это был первый тур, за которым вы наблюдали. Я принимала участие во втором туре тоже. Я принимала в Киеве только. Да, и при этом, в принципе, уже после первого турбора, кто фаворит, конечно, все решилось во втором туре. Все-таки, ваши общие впечатления от этих выборов, потому что кто-то даже сказал, что бы мы сейчас, кто бы что не думал о происходящем на Украине, но, тем не менее, выбор президента, ну, кое-чему на этих выборах можно было даже и в Латвии поучиться. Ну, безусловно, организация работы на избирательных участках, она была очень корректна. Серьезных каких-то таких правонарушений или нарушений процедурных моментов. И используя административные ресурсы, вас он бы не зафиксировал. Абсолютно. Не было. Во всяком случае, мы были на первом туре, мы были на восьми участках. В Адессе, по-моему. В Адессе, да. Нет, я была в Харькове. В Харькове, да. На втором этапе я была в Киеве и в микрорайоне неподалеку от Киева. Там было осмотрено десять участков, в том числе на открытие мы приехали и на закрытие мы принимали участие в составлении протокола и в сравнивании бюллетеней и всего остального. То есть, ни на одном из участков не было зафиктировано существенных нарушений дисциплины, незаконной агитации или подкупа избирателей. Причем, под подсчетом голосов было интересно сравнить. В Харькове очевидное большинство голосов при подсчете было отдано за Зеленского. В Киеве было видно, что Зеленский идет с Порошенским. С Порошенко буквально на говногу. То есть, там такого явного перевеса не было, да? Там был перевес 55 человек на одном из участков, где мы принимали участие на закрытие в сторону Зеленского по отношению к Порошенко. И Киев более был настроен на поддержку именно Порошенко. Хотя, в Харькове, в том же, на самом деле, вот первое место по подсчетам голосов занял Зеленский, а второе место Бойко. И только потом был Порошенко. Как неожиданно, там хорошо Бойко стартовал. Поэтому я думаю, что на самом деле на Украине, наверное, только все начинается, потому что выборы президента это один первый этап, следующий этап будет выборы в парламент, в Раду Украинскую. Это будет осенью. И я думаю, что Зеленскому будет достаточно сложновато. Ему нужно либо создать свою политическую силу, которой у него пока нет, чтобы иметь поддержку и иметь возможность продвигать свои инициативы. Иначе он будет связан по рукам и ногам. И мы прекрасно понимаем, что у Порошенко такая политическая сила есть. Он сильный игрок. Он достаточно достойно признал поражение в этой битве, но не в войне. Как это понятно из контекста, из его выступлений. И я думаю, что Украина ждет очень сложный, интересный период до осени, когда возможно очень разное развитие ситуации. Но вы возлагаете, поскольку уже выборы прошли и победители объявлены, вы возлагаете определенные надежды на Зеленского, потому что есть целый ряд наблюдателей, экспертов, которые говорят о том, что риторика та же, вряд ли что-то кардинально изменится. Я думаю, что безусловно глобальный курс он не будет менять Украины. А если и будет, то возможно это будет только очень постепенно и очень продуманно. Разворота такого резкого не будет. Концептуально я думаю, что то, что я видела в Киеве, это очень большая часть населения поддерживает позиции, взгляды и ситуацию именно, как относится к развитию страны Порошенко. То есть это достаточно национально ориентированные взгляды, причем ярко выраженные. и поворот в сторону допустим той же самой как это прорусской ориентации, пророссийской. Я сильно сомневаюсь. И потом мне кажется, что любой руководитель страны, ну в принципе он должен в первую очередь заботиться о своей стране. И просто маневрировать между желанием и как бы соседями и между тем, какую пользу он может сделать для своего государства, для своего народа. если брать Зеленского, то у него есть много плюсов. Он молодой, он энергичный и у него есть в том числе за спиной финансовый ресурс достаточно влиятельный. Но сможет ли он создать политическую партию, выиграет ли она на парламенте, на выборы в парламент в Раду Украинскую, сможет ли он выставить достойных противников тем, кто уже сейчас в Раде находит и представляет другие интересы. Ну время это покажет. Уже 29 мая если ничего не поменяется и депутаты Сейма будут участвовать в президентских выборах, у нас не Украина, у нас все-таки пока еще главу государства избирает парламент, плохо или это хорошо, наверное, тема отдельного разговора. Нет такого ощущения, что вроде бы все решено. То есть коалиция договорилась и сейчас будет двигать вот этого кандидата. Мне правда до сих пор непонятно, неужели мы доживем до такого момента, когда президента будет выбирать из одного кандидата без дебатов на безальтернативной основе? Вот знаете, у меня с этой ситуацией ассоциируется одна фраза, но она вот не смогу сразу перевести на русский. по-латысски она звучит дилис нолэм тиви сайюта. Ощущение глубокой обреченности. Когда ты понимаешь, что вот оно происходит так, как оно происходит, ты реально ничего не можешь изменить и повлиять на события. Тебе они неприятны, но сделать ты ничего не можешь. И ты принимаешь их такими, какие они есть. К сожалению. что сейчас именно такая ситуация сложилась, да? В моем восприятии она так ассоциируется. Давайте примем звонок, успеем подзанавец эфира. Добрый день, слушаю вас. Добрый день, господин Швецов. Вот последние слова просто ваши золотые какие-то, глубокая обреченность. Вот я на ваших словах построю свой вопрос. Вы сказали, когда у них падают рейтинги, за них не голосуют, тогда они о чем-то задумываются. Единство. Там ниже упасть уже было некуда. Они просто не прошли бы в парламент. И о чем они задумались? То есть был назначен Каринч. Что он был назначен, по-моему, это очевидно для тех всех, кто хоть немножко задумывается. Кем и почему, не будем спрашивать. У меня вопрос такой. Вот вы упоминали с Ириню и так далее, то, что я сейчас сказал. Вот какие-то хотя бы предпосылки вы видите вот к тому, что мы тут обсуждаем какие-то темы, там кто-то чем-то волнуется, а сотни миллионов, наверное миллиарды поспудно решают, куда они идут, за нас. И вот тенденция сохраняется та же. Вот я упомянул тоже единство. Каринч с компанией все продолжается, как было все десятилетия последние. Хоть какие-то наметки на то, что что-то может измениться. Вот вы пока еще, скажу грубо, не погрязли в этом жире согласия. Вы что-то видите? Вот я считаю вас умным человеком. Или все-таки, как вот у Паши последние слова, обреченность безысходная. Благодарю за вопрос. Очень интересный и мудрый и анализ ситуации с вашей стороны очень мудрый. И я вижу, что согласие само по себе в том числе находится в процессе реанимации или необходимости измениться согласно требованиям времени и внешним обстоятельствам. Если мы говорим по поводу единства, то если не будет сильной компетентной оппозиции, которая сможет прочесть и донести до людей истинные мотивы законодательных инициатив, то ничего не поменяется, оно априори не может поменяться. Мы же видим, что единство в этой ситуации, придя с маленьким количеством, обыграло вновь пришедших новичков, причем обыграло интеллектуально, очень корректно, очень обдуманно, стратегически, тактически все было продумано и правильно, идеально. даже сейчас, когда каждую законопоправку, которая относится к финансовому сектору, лично лоббирует и проверяет руководитель бюро премьер-министра, это показывает об очень высоком уровне профессионализма, продуманности и того, что как бы обыграть этого противника даже в той ситуации, когда он в меньшинстве, это очень сложно. И противник должен быть умнее, хитрее, коварнее, тактически продуманнее. Если такого противника нет, если тоже согласия не будет потенциал интеллектуально политически накапливать и видоизменяться согласно требованиям, бороться согласно требованиям, то боюсь, что как бы ситуация не будет развиваться в позитивном ключе. Спасибо. Так, что мы смотрим у нас по времени. Наверное, я вижу, что еще есть звонки, но в следующий раз будем приглашать нашу гостю. Любовь Швецова у нас была в студии. в студии.